МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Трагедия в Днепре. Шестилетнего мальчика тяжело ранили из пневматического оружия. Он сейчас в реанимации. Эта история наделала много шума в городе, а шокированные пользователи соцсетей задаются вопросом, почему в стране можно спокойно выстрелить в ребенка из пневмата и спокойно скрыться. Все обстоятельства выясняла Елена Миндалюк. Шестилетний Андрей все еще в реанимации. Несколько часов назад врачи его прооперировали. Достали пулю. Металлическая пуля, калибр 4 мм, пробила мальчику грудь и задела легкое. Медики говорят, угрозы для жизни ребенка уже нет, но делать прогнозы по его выздоровлению не спешат. Пуля это народное тело, оно инфицировано. Поэтому возникновение воспалительных процессов со стороны легких достаточно высокая. Рядом с мальчиком находится мама. Женщина в шоке. Общаться с журналистами категорически отказывается. И против того, чтобы кого-то пустили в палату, друг семьи Кирилл рассказал. В момент ранения ребенка он был рядом. Это произошло накануне вечером в микрорайоне Приднепровский на улице 20-летия Победы. Кирилл, Андрей и его мама возвращались из супермаркета к машине. Проходили мимо дома с аркой. И вдруг услышали хлопок. Ребенок попросил, сказал мама. Мы посмотрели, он рукой держался за предплечье, за грудную. Ну, дырочка. Немножко кровила, абсолютно немножко. Мы приложили, салфеткой вытерли, приложили еще раз салфетку и поехали в больницу. В полиции продолжаются поиски стрелка. По словам свидетеля, когда прозвучал выстрел, в арке были подростки. Следствие не исключает, что ранить мальчика могли и они. Уже известно, из какого оружия была выпущена пуля. Это пневматический револьвер под патрон Лабера. Сообщили в полиции. Для приобретения такого оружия не требуется ни разрешения, ни регистрация. Более того, она активно рекламируется производителями как средства самообороны. Мы будем опытывать и учеников, и персонал штелка, которые поблизости есть, для того, чтобы можно восстановить, кто словщиков мог или говорить о том, что у него есть пневматическое оружие. Потому что, вернее всего, пострел был сделан из пневматики. Уголовное производство открыто по статье «Умышленное нанесение тяжких телесных повреждений». Если стрелка поймает, ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы. Елена Миндалёк и Евгений Конецов. Подробности. Телеканал Интер. Днепр. Поймают ли убийцу Павла Шеремета? И как вообще продвигается следствие? Главный редактор здания «Украинская правда» Сергей Мусаева-Боровик обнародовала открытое письмо к министру внутренних дел Авакову. В нем утверждает, вот уже полгода издание не может добиться никакой информации о ходе расследования убийства журналиста. Ответ на все запросы один. Тайна следствия. Зато с покушением на советника министра Антона Герасченко никаких тайн. Подробности он охотно рассказал журналистам. При этом заявил, преступления якобы готовили те же люди, что и причастны к убийству Шеремета. А курируется все из России. Вот послушайте фрагмент речи Герасченко. Судя по почерку и подготовке террористического акта по моей ликвидации, следователи считают, что на 99,9% террористические акты убийства известного журналиста Павла Шеремета в июле 2016 года было направлено, нацелено и реализовано из этого же диверсионно-террористического центра на территории Российской Федерации. Главред издания адресует вопрос Кавакову. Так был ли Герасченко предоставлен доступ к материалам досудебного следствия и если да, то на каких основаниях? В то время как общественность и коллеги остаются в неведении. Мусаева-Боровик просит министра Авакова взять письменные показания у Герасченко, проверить их и приобщить к делу А что касается расследования, ответить наконец на вопросы каковы результаты экспертиз иностранных специалистов, где фотороботы подозреваемых и установлено ли следствие причастность диверсионных групп России к убийству их коллеги. Что же касается Герасченко, то на своей странице в Facebook Мусаева-Боровик пишет, как можно доверять человеку, если незадолго до убийства Шеремета нардеп уверял Павла, его жизни ничего не угрожает. Именно тогда журналист и зафиксировал слежку за собой полицейских. Еще одно нашумевшее дело. За бандитские разборки со стрельбой в Валевске 12 полицейских получили всего лишь дисциплинарное наказание. Уволен начальник местного отделения полиции и руководитель одного из подразделений. Замначальника сместили с должности, но не со службы. Остальные 9 полицейских получили выговоры. Напомню, стрельба в городе Олевске Житомирской области произошла 16 января. Как стало известно позже, отношения с помощью оружия банды выясняли, которые вымогали деньги у скупщиков янтаря. В результате два человека погибли и пятеро ранены. Как раз сегодня у кандидатов на пост главного полицейского страны был тест на логику. Прошел очередной этап конкурса на вакантное место преемника Деканаидзе, которая, к слову, сама попросилась в отставку. В списке напомню 64 фамилии, но к сегодняшней проверке допустили только 46. Среди них и Вадим Троян, ныне исполняющий обязанности руководителя ведомства. Правда, он на тесты не пришел и не смог блеснуть своими логическими способностями. Как другие кандидаты справились с заданием, узнавал Александр Васильченко. Там столько было грецких имен. Не на все вопросы ответил и этот кандидат. Свой результат комментируют неохотно. Думаю, что не склал. Почему? Какие вопросы ответили? Без комментариев. Пока одни ломали голову над тем, что будет на тестировании, другие уже знали ответы, утверждает юрист Алексей Шевчук. Мол, часть кандидатов даже не скрывали, что имели доступ к вопроснику. Деякие кандидаты этими делились перед тестами. Уже мало рассчитывали, что в кого было? Ну, смотрите. В целом, этих тестов где-то близко 5 тысяч. То есть, в принципе, получить доступ к этих тестов возможно. И в работников полиции они уже есть. Я надеюсь, что дальше те кандидаты от полиции, которые даже и складывали эти тесты, и имели их, сами пойдут к конкурсу для того, чтобы дать возможность іншим кандидатам прийти участь. К этапу тестирования комиссия допустила 46 претендентов, говорит пресс-секретарь МВД Артем Шевченко. Не явились двое. Их и считали одними из главных претендентов на пост главы нацполиции. Причины отсутствия Вадима Трояна и Андрея Криченко неизвестны. Но в Министерстве внутренних дел готовы дать им второй шанс. Если они подадут документы, которые подтверждают, что они были отсутствием с поважных причин, комиссия надаст им возможность, очень быстро, завтра, скажем, сдать этот тест. Если таких документов не будет, то эти люди не будут допущены до следующего этапа выбора. Отсутствие главных конкурентов комментирует и заместитель главы нацполиции Константин Бушуев. Я с этого привода могу сказать однозначно сумую. Сумую. Чем больше конкуренция, тем лучше выбор. Сам Бушуев в тестировании прошел одним из первых. Результатом доволен. Я набрал 45 баллов из 60 возможных. Как вы оцениваете свои результаты? Я считаю, что непогано. Пытание заставляло задуматься здесь трошки больше, здесь, может, где-то глубже, сгадать математику, сгадать школу, сгадать то, что мы учили в целом протяжении жизни. Поэтому я считаю, что 45 баллов достаточно непоганый результат. А этот кандидат набрал больше, но не уверен, что пройдет. У меня 50 из 60. Это не обязательная условия иметь какой-то определенный балл. Но балл будет вредить при принятых решений. Результаты логического тестирования специальная комиссия обещает обнародовать до конца недели. Тех, кто прошел, ожидают еще собеседования. До 15 февраля нацполиция намерена предоставить министру на рассмотрение кандидатуру нового руководителя. Александр Васильченко, Иван Ермаков. Подробности, телеканал Интер. Остается страна и без главного люстратора. В результате отбора, который проводился 17-20 января, победителя так и не выбрали. И Минюст объявил повторный конкурс. Он пройдет с 1 по 3 марта. Так что кресло руководителя департамента по вопросам люстрации будет пустовать минимум полтора месяца. Напомню, до ноября 2016 года этот пост занимала Татьяна Казаченко. Ее главное достижение, закон об очищении власти, в Евросоюзе безжалостно раскритиковали за несоответствие европейским нормам и потребовали внести вправки. Впрочем, пожелания Венецианской комиссии так и остались невыполненными. А сама Татьяна Казаченко покинула пост после ряда имущественных скандалов. НАБУ задержала экс-руководителя продовольственной зерновой компании и представителя международного зернотрейдера. Их подозревают в нанесении убытка в госпредприятию на 60 миллионов долларов. Чиновники создали схему. Продавали зерно по заниженным ценам через подставные фирмы зернотрейдера. А тот реализовывал товар по рыночной стоимости. Разницу делили. Во время обыска в детективы НАБУ изъяли крупные суммы налички. Следователи пытаются установить, где находятся другие участники этой коррупционной схемы. В последнее же детективы НАБУ задержали еще троих подозреваемых по так называемому газовому делу. Трое топ-менеджеров компании «Укргаздобыча» по версии следствия якобы способствовали нардепу Онищенко в хищении средств при добыче и продаже газа. Сейчас готовится ходатайство в суд об избрании задержанным меры пресечения. Но будет ли само НАБУ исполнять решение суда? Речь о скандальном деле против экс-нардепа от Народного фронта Николая Мартыненко, которого обвиняют во взяточничестве и отмывании денег. На его защиту сегодня стал однопартиец Павел Пензенек. Он обвинил детективов в попытке фальсифицировать подозрения Мартыненко. Говорит, НАБУ игнорирует решение столичного суда де-факто закрыть дело против экс-депутата. Грозит продолжать расследование, хотя на самом деле, утверждает Пензенек, у детективов нет доказательств вины Мартыненко и шансов выиграть суд. А вот что говорит адвокат Мартыненко. У вас был один год, вы должны были все сделать, и чтобы переконаться, вы на людину или невинно. Потому что все зависит больше не от нас, а от НАБУ. Что оно будет выполнять, имея вот такие юридические, неспростованные факты. А генпрокуратура приглашает в Печерский райсуд Сергея Лещенко. Завтра здесь будут рассматривать иск о привлечении нардепа к админответственности. Нац. агентство по противодействию коррупции просит суд оштрафовать Лещенко за нарушение при покупке квартиры в Киеве. Дескать, тот получил скидку почти 2 миллиона гривен. А это, считают антикоррупционеры, уже презент, и его хорошо бы отдать деньгами. Если нардеп суд проигнорируют, грозят доставить принудительно. Ведь в прошлый раз Лещенко на слушание не явился. Сам Лещенко на своей странице в фейсбук уже заявил, на заседание придет. А обвинение на ПК назвал, цитирую, политической местью за его антикоррупционное расследование. В ГПУ обнародовали зарплаты руководства. Антикоррупционный прокурор и по совместительству заместитель генерального Назар Холодницкий за декабрь получил 250 тысяч гривен. То есть чистыми на руки после уплаты налогов 202 тысячи. А вот его шеф, генпрокурор, в 4,5 раза меньше. Ему насчитали всего 55 тысяч гривен. На руки он получил 44. Напомню, антикоррупционщикам платят высокие зарплаты, чтобы у них не было соблазна брать взятки. Протест с ароматом горящих покрышек. Владельцы автомобилей с иностранными номерами сегодня перекрыли несколько трасс, ведущих в столицу. Чтобы добавить экшена, в картинку заблокированных въездов дополнили дымом от шин, подожженных на обочине. Так они требовали от власти изменить условия растаможки авто. Добились ли своего и чем все обернулось для столицы? Знает Ярослав Кречко. На электронном табло Бориспольской трассы почти 7 утра. Машины с европейскими номерами паркуются прямо на дороге. Из багажников водители достают десятки покрышек, но поджигают одну на обочине. Активисты блокируют по две полосы движения на нескольких въездах в Киев. Таким образом пытаются привлечь внимание к проблеме растамаживания автомобилей с иностранной регистрацией. Виктор приехал на своей 17-летней легковушке с литовскими номерами. Купил авто за 700 долларов. По закону украинские номера на машину нужно поставить в течение 10 дней. Но заплатив иностранцу, украинец получает право целый год кататься на дешевом авто по поручению. В казну при этом не платят ни копейки. Нужно заплатить приблизительно 19 тысяч долларов за размытение по законопроекту, который мы сейчас внесли до Верховной Рады. За этот автомобиль человек должен заплатить за год приблизительно 200 евро. Предлагают ежегодно платить в бюджет в среднем по 6 тысяч гривен за машину. На Бориспольской трассе участники спокойно агитируют за свою инициативу. А вот на въезде со стороны Одессы все на нервах. Из-за акции возникла гигантская пробка. Вы долго в пробке стоите? Уже 2 часа. Это не нормально. Это бардак. Вы абсолютно не проявляете. Ваши члены в вашем доме. Не платите, как все платят, размыты. Ближе к обеду несколько десятков активистов со своими требованиями едут к зданию Кабмина. Движение в центре не блокируют, но громко сигналят на правительственной парковке. К активистам никто из чиновников не выходит. Впрочем, многих можно было бы встретить еще утром, заблокировав, например, дорогу в Киев из элитной кончезаспы. Депутату, либо же чиновнику, который ехал бы вот там, вот наша вся акция просто до спины, поверьте мне. У нас бы просто произошел конфликт с властями. На сегодняшний день мы бы приняли, опять же, стратегическую, скажем так, позицию. Мы мирная акция, не хотим никаких конфликтов. В итоге в Минфине активистам пообещали законопроект, который удешевит пользование авто с иностранной регистрацией, проанализируют и сделают выводы. А митингующие, если их не услышат, готовы акции протеста как минимум повторить. Ярослав Кречко, Олег Решетняк, Василий Миновщиков и Алексей Шматов. Подробности, телеканал Интер. Активы иностранцам. Укрзалезнецу, поляку Болчину, Украфтодор, поляку Новаку, администрацию морских портов, латышу Вискаганцу. Стратегические и пока прибыльные предприятия оказались под управлением иностранных менеджеров. И вот громкий скандал в Одесском морском порту. Уже в ближайшие месяцы это госпредприятие может лишиться основного источника заработка своего буксирного флота. Его собирается выкупить иностранная компания и профильные чиновники, похоже, не против сомнительной сделки. В ситуации разбирались наши корреспонденты. Ударник, труженик, гранит, патриот и другие. Согласно документам, они есть в открытом доступе. Иностранцы хотят купить у Одесского порта практически все его буксиры. За 12 судов готовы сразу выплатить 25 миллионов долларов, еще 25 в течение 10 лет. Причем все это время планируют использовать эти буксиры здесь же по их прямому назначению. Речь о компании DP World из Объединенных Арабских Эмиратов. Летом ее дочернее подразделение P&O Maritime подписало меморандум о сотрудничестве с руководством порта. Затем в октябре еще один меморандум заключил уже министр инфраструктуры Владимир Амельян. И практически одновременно иностранцы вышли и к порту, и к министру с предложением продать им буксирный бизнес. Якобы для оптимизации так и всплыла скандальная сумма в 50 миллионов долларов. Эксперты возмущены. Дело в том, что за 10 лет буксиры способны принести порту в три раза больше. И при этом продавать ничего не придется. Сделка на таких условиях принесет ущерб государству примерно 86 миллионов долларов. И это только за 10 лет. В чем польза государству от таких инвестиций, а также какие письма подписали чиновники, неизвестно. Детали двух меморандумов засекречены. За комментарием мы обратились к директору Одесского порта. Он оказался в командировке. Давать интервью делегировал председателя профсоюза. Вот так профсоюзник обозначил позицию трудового коллектива насчет сомнительной сделки. Говорит, на сегодня буксиры приносят госпредприятию более 80% всей прибыли. Как же можно рубить сук, на котором сидишь? Мы не можем мириться с таким предложением, потому что мы понимаем, что это предложение ведет никуда. С просьбой не продавать буксиры портовики обратились в различные киевские инстанции. Намекают, именно в столице нужно искать подоплеку происходящего. На сайте Мининфраструктуры вопрос оптимизации буксирного флота в Одессе упоминается. Мы направили в ведомство письмо с просьбой об интервью, но ответа пока не получили. Эксперты, между тем, выдвигают свои версии. Дескать, конечная цель таких реформ – сделать украинские порты слабыми, нерентабельными, чтобы в дальнейшем передать в концессию иностранцам. Получая международные кредиты, Украина получает определенные требования, в том числе передачу транснациональным компаниям, украинских портов, логистики, земли. Ну, таким образом подбирается к одному из главных наших богатств – это к зерну. По последней информации, возможные незаконные действия чиновников начала расследовать полиция в Киеве. Уголовное производство открыто по статьям «Приготовление к преступлению и причинение ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Андрей Анастасов, Игорь Михоношин, подробности, телеканал «Интер», Одесса. Максимально распродать госпредприятия – это один из пунктов в плане приоритетных действий правительства на следующие три года. В Кабмине считают, все объекты, не имеющие стратегического значения, стоит отдать в частные руки остальные в управление профессиональных менеджеров. Что конкретно, пустят с молотка, не уточнили. Впрочем, помимо приватизации обсуждали инвестиции, госдолг и инфляцию. О том, что не включат печатный станок, говорили с осторожностью. «Мы надеемся на получение от любых форм эмиссийного финансирования и планируем сокращение уровня государственного налога, который увеличивает фискальное навантажение на экономику». «Мне бы очень хотелось, чтобы, когда мы говорим про экономику, мы понимали, что те цифры и взрослые, которые мы имеем, в пересечении украинцы чувствуют свою собственную кишенью, свою заработную плату, что наша экономика станет конкурентно-статной». На этом же заседании сообщили, Украина и Израиль возобновили переговоры о зоне свободной торговли. Напомню, в отношениях между странами почувствовался холодок после того, как Киев поддержал резолюцию Совбеза ООН, требующую от израильтян прекратить строительство на палестинских территориях. Но недавно переговоры о беспошлиной торговле продолжились и вскоре будут согласованы все детали документа. А Палестина получила прощальный подарок от президента Обамы. 221 миллион долларов Вашингтон выделил Ромали в рамках помощи Соединенных Штатов. В Иерусалиме это вызвало возмущение, но еще больше негодовали республиканцы в Конгрессе. Продолжит Сергей Ослендер. Подарок получился прямо скажем царский. 221 миллион долларов американская администрация перевела палестинской автономии на помощь жителям Западного берега и сектора газа. Как следует из источников близких к руководству автономии, большая часть этих денег должна пойти на выплату бюджетникам. Это последнее, что успел сделать Барак Обама на посту американского президента. Причем сделано это было так, чтобы республиканское большинство не смогло помешать. На такие дела требуется одобрение Конгресса. Но письма с уведомлением об этом переводе были разосланы конгрессменам-республиканцам за несколько часов до инаугурации Трампа. И республиканцы просто не успели отреагировать. Зато отреагировали в Иерусалиме, где очередной демарш американского президента уже последний восприняли как личное оскорбление. Все, что остается уходящего президента, это выдать некие финансовые транши в будущее, в задел тех проектов, которые с его точки зрения имеют перспективы. Этим и объясняется подобный перевод ресурсов, в данном случае в полном смысле этого слова, финансовых ресурсов, то, что называется, в счет палестинского трека его внешней политики, который, надо сказать, в свете позиций, которые сегодня доминируют в Госдепе и в Белом доме, не имеют особых перспектив. Не секрет, что контроль за тем, как тратятся деньги иностранных спонсоров в Ромале, весьма условный. Опять же, не секрет, что именно из этих средств выплачивается вознаграждение семьям террористов, убитых или тех, которые находятся в израильских тюрьмах. Именно по этой причине Израиль всегда резко возражает против иностранной финансовой помощи палестинской автономии. Если прибавить к этому антиизраильскую резолюцию в ООН, на которую впервые за много лет Соединенные Штаты не наложили вето, то у Иерусалима есть все основания обвинять уже ушедшего американского президента в антиизраильской политике. Впрочем, справедливости ради надо отметить все-таки, что именно Барак Обама подписал соглашение о предоставлении еврейскому государству беспрецедентно крупного, колоссального пакета военной помощи на сумму в 40 миллиардов долларов, столько не получили даже союзники во время Второй мировой. Сергей Услендер, подробности, Ближневосточное бюро, телеканала Интер. Ключевой чиновник в команде Трампа. В Америке приступил к работе новый глава ЦРУ. Что он за человек и что заявлял об Украине и России? Дмитрий Анопченко об этом. Голосование в Сенате. 66 за, 32 против. Далее присяга и новый глава Центрального разведывательного управления занял свой кабинет. Майкл Помпео последние 6 лет представляет в Конгрессе жительницу Америки, штат Канзас. Работал в спецкомитете по разведке, в юности служил в армии, потом ушел в нефтяной бизнес, прослыл жестким критиком Обамы и столь же жестким консерватором. Выступал за расширение прав разведки, за программы слежки, а для Сноудена потребовал смертной казни. Понятно, что всех интересовали не только личные взгляды или даже деловые качества нового главы ЦРУ. Но его отношение к России, мол, Ясливов или Голубей, прибыло в команде Трампа. Выступит он за сближение с Москвой или за жесткий курс? Майк Помпео и сам говорил об этом. Во время сенатских слушаний. Из его ответов на вопросы сенаторов четко прослеживалось. Майкл Помпео за более жесткий подход в отношениях с Россией. Ее наряду с Сирией, Ираном и боевиками исламского государства он называет одной из главных угроз для Соединенных Штатов. Уверен, что это Москва стояла за хакерскими атаками и что Штаты должны дать очень жесткий ответ. Новый глава ЦРУ использовал такие слова, как вторжение и оккупация, говоря о действиях России на Донбассе. И сказал даже, что вслед за Украиной Москва теперь угрожает Европе. Понятно, что часть этих месседжей то, что сенаторы хотели услышать от чиновника. Ведь ему нужны были их голоса. Но в Сенате говорят, за 6 лет хорошо изучили Помпео и считают, что в своих ответах он все-таки был довольно искренним. Его хорошо знают. И знают, что он за жесткий курс. Так что, похоже, Дональд Трамп просто уравновешивает свою команду. Есть в ней те, кто за сближение с Москвой и за снятие санкций хватает и настроенных против этого. А все решения будет принимать лично 45-й президент. Что интересно, одним из первых его указов, помимо представления на утверждение нового главы ЦРУ, было и объявление дня своей инаугурации, 20 января, национальным днем патриотизма. Трамп пытается помирить и склеить Америку. Но до этого пока далеко. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. В одном шаге от утверждения в должности новый госсекретарь Рекс Тиллерсон. С перевесом всего в один голос его утвердил комитет Сената США по международным делам. И дальше предстоит голосование в зале. Но сюрпризов оно принести не должно. Московский горсуд оставил украинца Андрея Захтия под стражей еще на три месяца. Сегодня там рассматривали апелляцию на решение Лефортовского суда и оставили его без изменений. Адвокаты пытались доказать алиби своего подзащитного и показывали постановление другого железнодорожного суда Симферополя от 8 августа. Согласно которому Захтия за мелкое хулиганство арестовали на 10 суток. Напомним, дата задержания по статье терроризм на два дня раньше. Однако в ходатайстве защите отказали. Это обстоятельство собственно и говорит о том, что следствие наляпало просто практически все дело в отношении моего доверителя. Но к сожалению суд, как видите, не захотел приобщать эти материалы к делу. Во время сегодняшнего заседания прокуроры официально признали факт наличия Захтия украинского гражданства. Напомню, его обвиняют в терроризме. Украинские власти считают это провокацией ФСБ. Помочь в освобождении задержанных украинцев призвал президента Финляндии Петр Порошенко. Он сегодня в Хельсинки встречался с финским коллегой Саулей Нинистю. Поблагодарил хозяина за поддержку территориальной целостности Украины, сохранение санкций против России, а также за реабилитацию украинских военных. Я думаю, все согласны с президентом Порошенко. Санкции нужно усиливать. Но есть условия и есть минские договоренности. И США, и Европа ввели свои собственные санкции и приняли свои собственные решения. И Финляндия, как страна ЕС, уважает решение всего Евросоюза, ведь мы все вместе его принимали. В районе Авдеевки и Донецкого аэропорта участились попытки противника подобраться к позициям наших военных. Оживление боевиков фиксируют и в районе поселка Спартак. Ирина Баглай подробнее. Нулевой рубеж военных под Спартаком как кость в горле для боевиков. Армейцы здесь наблюдают за врагом с трех сторон. Дойти до позиции днем и не попасть под обстрел – удача. Сейчас туман, поэтому относительно безопасно. Хотя со стороны врага учащаются попытки разведгрупп подобраться к нашим именно в такую погоду. Несмотря на то, что враг близко и хорошо просматривает наши окопы, парни решились на дерзкую спецоперацию. Они пришли вдох, впереди, а сзади их прикрывал пулеметом. Подошли вплотную к траншеям боевиков ночью, вспоминает Николай, и у врага под носом подняли флаг Украины. Флаг побачили, начали стрелять. По нему приходили до него, но мы им не дали пить. Они пришли на нашу землю, а не меня их. Теперь флаг в нейтральной полосе – гордость бойцов. Рисковали жизнью не зря, а в то же время это стало и военной хитростью. Разозлившись, боевики стрельбой по синежелтому стягу демаскировали свои огневые точки. Хотя военные давно знают, в поселке Спартак, напротив, уже второй год не живут мирные жители. Их вытеснили российские наемники. Мирных жителей там нету. Есть ДОТы, есть ДШК, есть УТЁСы, есть БМП, есть миномет 80-й. В населенном пункте. Были выявлены минометы в районе Спартака, в районе где-то там, как мы смотрим, это вроде как школа раньше, что-то была. Минометы за домами, тяжелое вооружение противник использует еще с более дальней дистанции, окраин оккупированного Донецка. А вот в аэропорту боевики полным ходом укрепляются. Там горят окна у них на первом этаже, четыре окна. И на старом терминале, больше всего, что стреляют с верхних этажов. Туман спал, и вот эта тропинка, которая ведет на крайнюю позицию армейцев под самым Спартаком, сейчас в прямой видимости с обеих сторон, поэтому здесь даже говорить нежелательно на каждый звук. Противник реагирует выстрелами. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Анатолий Воробей, Донецкой области, подробности, телеканал Интер. Мирное возвращение Донбасса и Крыма будет невозможно, если принять закон о государственном языке. Кроме того, это приведет к расколу в обществе. Так считает лидер фракции оппозиционный блок Юрий Бойко. По его словам, полицила уже обратилась с заявлением к парламенту с требованием не менять законодательство о языках. Напомню, зарегистрированный в Верховной Раде проект закона о госязыке предполагает ввести исключительное использование украинского в сфере образования, в госучреждениях, судах, в рекламе и медиа. А для контроля хотят учредить еще и языковую инспекцию. По мнению Бойко, такой закон нарушает Конституцию и противоречит Европейской Харте региональных языков, которую ратифицировала Украина. Он также приведет к коррупции и закрытию большинства СМИ. Тему языкового закона поднимут парламентарии и в своем докладе на сессии ПАСЭ в Страсбурге. Об этом сообщил нардеп от оппозиционного блока Вадим Новинский. По его мнению, документ не будет способствовать стабильности в обществе. Ситуация, считает Новинский, и без того непростая. К примеру, под прикрытием патриотических лозунгов, избивают священников и останавливают богослужения. А языковой вопрос еще больше рассорит украинцев. Эту тему украинские депутаты и обсудят в Совете Европы с иностранными коллегами. Вместо того, чтобы искать компромисс, вместо того, чтобы искать формулу мира, как примирить людей, как преодолеть раскол в обществе, они еще больше раскалывают нашу страну. Где поиски мира? Где поиски компромиссов? Надо об этом думать. Надо думать о том, как в сердце и в мыслях был мир. Тогда мир будет в стране. Мир, как воздух, нужен в стране. А вместо этого еще дальше раскачивается лодка. Обеспокоены языковым законопроектом и политологи. Они уверены, принятие документа в нынешней редакции может не только привести к внутренним конфликтам, но и к напряженности в отношениях с некоторыми странами ЕС. Любой языковой закон, закон, который регулирует сферу исторической памяти или же религии, это те раздражители, которые, естественно, приводят к расколу украинского общества. Я понимаю депутатов, зачем им это. Они, не имея возможности, например, предъявить какие-то достижения в экономике, в социальной сфере, они идут по простому пути. Они играют на настроениях своего электората. Авторы этого законопроекта исходят из сугубо идеологических соображений. Вторая проблема связана с тем, что они, скажем так, действуют политтехнологически. Это использование воинственно-патриотической риторики. Так действует Народный фронт. Надо быть предельно аккуратными в дискуссиях по языковой теме, потому что эта тема имеет европейское измерение. Можно испортить отношения с некоторыми нашими соседями, в частности, с Венгрией и с Румынией. В Украине есть крупные языковые меньшинства. В Закарпатье, венгерское меньшинство, и румынское, молдавское меньшинство на Буковине. Вы смотрите подробности и далее в нашей программе. Премьерский нагоняй, как мэр Львова, решает мусорные проблемы на словах и что предлагает Кабмин на деле. Брекзит задерживается. В Британии суд постановил, как страна должна покидать Евросоюз. Подозреваемую в убийстве двух полицейских Виту Завируху выпустили из СИЗО. За нее внесли полтора миллиона гривен залогом, сообщил ее адвокат Дмитрий Беловчук. И уточнил, находиться она будет в Киеве по месту прописки. За два года следствия дело, по сути, слушать так и не начали. На последнем заседании суд постановил вернуть обвинительный акт в прокуратуру. Дескать, он не соответствует уголовному кодексу. И определил альтернативную меру пресечения. Залог. Деньги внес один из бизнесменов. Напомню, Виту Завируху подозревают в ограблении автозаправки в мае 2015-го в столице и расстреле правоохранителей. По делу она проходит как соучастница преступления. Борьба за дом профсоюза в центре Киева разгорелась с новой силой. Уже прошло несколько месяцев, как здание самовольно заняли люди, представились как добровольцы из батальона «Донбасс» и волонтеры. При этом сотрудников Киевской Федерации профсоюзов на их рабочие места не пускают. Профсоюзные служащие согласны даже на соседство, но договориться не удается. Сегодня они пикетировали здание с требованием разблокировать работу учреждения, но доступ для них по-прежнему закрыт. Мы не порушили, кто не выдавал интеллигенции. Мы должны объединиться, а не вести себя на провокации и попробовать нас разделить. И мы готовы для любых диалогов и действий в этом направлении. Но порушивать закон, использовать закон, плювать на закон мы не дадим. Этот объект является собственной профессиональной сплотой Украины. Похоже, в Украине осталось совсем немного областей, куда еще не привозили львовский мусор. Машины с отходами задерживали и в западном регионе, и в центре, и на юге. Но те все едут и едут. Сегодня опять добрались до сумм. Как сообщили в прокуратуре, разрешение на разгрузку было только у двух машин. Но те, видимо, под шумок отходы сбросили 15 фур. Открыто уголовное производство. А мэр Львова в ожидании новой аварии на Грибовицком полигоне. Мол, вот-вот случится очередной обвал. Как львовский градоначальник намерен предотвратить экологическую катастрофу, выясняла Галина Якушко. На Грибовицком полигоне вот-вот произойдет очередной мусорный обвал. Такое заявление сделал мэр Львова Андрей Сыдовый. Трещина, которая образовалась в горе спрессованных отходов, с каждым днем все больше. Мусорная лавина теперь уже со снегом может снова накрыть близлежащие территории. Львовский градоначальник требует немедленной помощи от службы по чрезвычайным ситуациям и от центральной власти. Про это я еще раз проинформовал листом премьер-министра Украины. И обратился с проханием, чтобы было доручение державной надзвычайной комиссии, чтобы это вопрос было исследовано, и фаховцы МНС брали это в работу, потому что они имеют право выполнять такие работы, имеют соответствующую технику. Чтобы не допустить катастрофы, во Львовской мэрии предлагают вот что. И реализовать этот план без дотации из госбюджета, по мнению Садового, невозможно. Но вот премьер-министр Владимир Гройсман уже несколько раз заявлял, что проблему с мусором должны решать местные власти. Он считает, что средств в городском бюджете для этого достаточно. Но в государственной службе по чрезвычайным ситуациям и слышать не слышали об обращении мэра Садового. Говорят, это не в их компетенции заниматься отходами. По мнению местных активистов, мэр специально нагнетает ситуацию. Андрей Иванович, как всегда, валит с хворой головы на здоровье. Никакого отношения с этой службой ДСНС к проблем львовской господарки нет. А причина очень простая. Он хочет оголосить надзвичайный стан, чтобы сделать его видимость надзвичайного стану. И подчас того протокнуть полигоны, смертепроробные полигоны в межах города. Экологи говорят, укреплять мусорный полигон надо было еще до трагедии в Грибовичах. Но тогда в мэрии об этом не задумывались. Да и сейчас в городсовете вопрос укрепления полигона дальше разговоров о деньгах не идет. Львовская міськая рада должна была бы рубить проекты, а не заявлять про них. А данные проекты подбирают уже соответствующим выяснениям и экспертизам. После чего они должны бы сообщить о нас. А кроме кошториса, разработанного Львовской міськой радой, я еще ничего не вижу. Не может мэр, поможет губернатор. Глава облгосадминистрации Олег Синюдко завтра созывает комиссию по чрезвычайным ситуациям. И намерен представить свой вариант решения проблемы. Какая роль в плане губернатора отводится садовому, пока не ясно. Губернатор и градоначальник уже традиционно не могут прийти к единому мнению по мусорному вопросу. Глина и Кошка, Юрий Голубенко, подробности телеканал Интерльвов. Мусорный коллапс во Львове – следствие бесхозяйственности местных властей. Об этом заявил сегодня премьер. В Киеве Владимир Гройсман встречался со львовским губернатором и Олег Синюдко признал. Последние несколько недель отходы в городе только накапливаются. И в этом он обвиняет городские власти. Это безгосподарность городской влады, потому что нет сегодня проблем, которые бы не можно было решить. Я считаю, что Львов должен быть чистым. И это зона ответственности местного главы особенно, и также местной рады. Но мы уже видим не один недель, месяц, а на определенный год, что системная проблема твердых побудовых отходов в таком прекрасном месте, как Львов, не вырешивается. Новый поворот в деле депутата Ривненского гурсовета Александра Бабата. Началась проверка законности строительства, которое ведет фирма его матери. Напомню, на этой стройке в начале декабря погиб рабочий Андрей Артвинский. Его родные тогда заявили. Историю пытаются замять, и депутат лично предложил им 100 тысяч гривен за молчание. Еще до того, как полиция нашла тело погибшего. Пока живет следствие, защитники Бабата устраивают пикеты на сессиях гурсовета. Инна Белецкая обо всем подробнее. Утром к сессионному залу подтягиваются люди. Их много. Молодые, пожилые пришли поддержать депутата Александра Бабата. Неправильно относительно его делают. Нет. А кто? Ну вот вы, поинтересовались, вы журналисты. Журналисты. Все организовывали. Там майданчик, парадник сделал. Все. Он работу людям дает. За эту смерть нелепа. Просто нелепа. На него висит, что он виноват. Сейчас на него почти скрыть бывает. И в чем виноват он? Самого депутата на сессии нет. Он не появляется здесь уже полтора месяца. Митингующие в поддержку Бабата считают, что журналисты оказывают давление на следствие. В полиции все отрицают. И уже готовятся предъявить Бабату подозрение. За фактом укрития тяжкого злочина. Тело сникло с места подеи. Скажем так, будем так пока это называть. Выкликла значительный суспильный резонанс. Поэтому мы не можем позволить себе допустить неинтенсивное расследование этого факта. Никакого тиска на следствие не случится. Правоохранители расследуют сразу четыре уголовных производства по факту исчезновения Андрея Артвинского. Он работал на стройке, которая принадлежит матери Бабата. Трудоустроен был неофициально. Исчез полтора месяца назад. Полиция через 10 дней поисков нашла тело мужчины в лесу. Экспертиза установила, Артвинский погиб при падении с высоты. По данным правоохранителей, упал в шахту лифта на стройке. Это вот здесь, на улице Киевской, в Ривне. Изначально тут строились здания под офисный центр с отдельными номерами. Позже решили, это будет многоэтажка. Хотя застройка жилых домов в данной зоне запрещена генпланом. Законное строительство уже проверяют и чиновники, и прокуратура. Сам депутат на контакт с журналистами не идет. Правда, интервью с ним разместила одно из местных изданий. Александр Бабат утверждает, непричастен к пропаже телостроителя. Деньги семье предлагал просто, чтобы помочь. Уголовное производство, поиски конкурентов. Мы продолжаем следить за развитием ситуации. 26-летнего старшего сержанта полиции подозревают в педофилии. Как сообщили в прокуратуре Киевской области, полицейский охотился в соцсетях за несовершеннолетними мальчиками. Создал страницу от имени девушки и назначил свидание подростку. Тот пришел на встречу с другом. Сержанта парня задержали и сдали его в полицию. Ему уже объявили о подозрении и посадили под домашний арест. Украина получит безвиз в ближайшие месяцы. В этом уверен Еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Юханес Хан. Посланов чиновника, решение о либерализации визового режима с Украиной и Грузией будет принято через 2-3 месяца, поскольку эти страны выполнили все необходимые требования. А вот вопрос ратификации соглашения об ассоциации с Украиной целиком зависит от Нидерландов. Во Франции кандидаты в президенты от правых сил будто состязаются, кто сделает более жесткие заявления в отношении Украины. Сначала лидер радикалов Марин Ле Пен приписала Крым России, а теперь и Франсуа Фион, другой кандидат, пока однозначно лидирующий в гонке, засомневался в актуальности соглашения об ассоциации с Украиной. Подробности расскажет наш европейский корреспондент. Франсуа Фион примеряет роль президента. До выборов еще несколько месяцев, а кандидат от французских правых уже делает громкие заявления относительно международной политики. В частности, об отношениях Европы с Украиной. Фион считает, что ЕС поторопился с соглашением об ассоциации с Киевом и даже назвал безответственными заявления о необходимости расширения НАТО за счет Украины. Такое мнение он высказал, выступая в Берлине. Мы подали ложные надежды и настало время это признать, заявил Фион. По его словам, обещать украинцам перспективу членства в ЕС было недостаточно обдуманным шагом. И все эти заявления он сделал в контексте призыва к европейцам объединяться и четко определить свои границы. В нынешней ситуации, когда Европе угрожает исчезновение с международной арены, мы должны ответственно принимать решения. Напомню, ранее Фион называл неэффективными антироссийские санкции. Он давно в дружеских отношениях с российскими политиками и дипломатами. По последним соцопросам он идет вторым в президентской гонке вслед за националисткой Марин Лейпен. Отмена подписанных соглашений с Украиной, скорее всего, невозможна. Но вот выполнение обещаний Евросоюза под угрозой. Ведь именно из-за французских выборов тянут с либерализацией визового режима, дожидаясь, какую же позицию займет новый французский президент. Юлия Мендель, Вадим Сверидонов. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Своеволие правительство не пройдет. В Великобритании Верховный суд запретил Кабмину запускать процесс выхода из ЕС без одобрения депутатов. После месяцев судебных тяжб окончательное решение принято в пользу народных избранников. Что же теперь будет? Затягивание процесса или вовсе новый референдум? Оксана Кундеренко в Лондоне изучала все возможные сценарии. Это тот самый яркий пример, когда законодательная и исполнительная ветви власти решают свой спор с помощью власти судебной. Наивысшая инстанция Верховный суд здесь, в Лондоне, рассмотрел финальную апелляцию британского Кабмина против парламента и сделал выбор в пользу последнего. Восемь против троих Верховных судей постановили. Без согласия депутатов не будет никакого Брекзита. Когда Британия покинет Евросоюз, изменится наша законодательная база и граждане утратят определенные права. Согласно Конституции, подобные изменения невозможны без одобрения парламента. Правительство пыталось переступить через обе палаты и задействовать статью 50 Лиссабонского договора без голосования депутатов. Но взбунтовались активисты. Ради торжества справедливости прошли огонь и воду в судах всех уровней. Без сомнения, Брекзит разделил людей в стране как ничто другое. Но тут дело не в политике. Сейчас мы отстояли законное право получить наилучший проект выхода из ЕС. Для Даунинг-Стрит сегодняшний исход был ожидаемым. Министры к поражению подготовились, как мантру повторяя. Мы выведем страну из Евросоюза в обещанные сроки. Естественно, правительство разочаровано решением. Но, к счастью, в этой стране любой человек, любая организация и даже правительство должно подчиняться верховенству права. В Шотландии тут же заволновались, что их региональному парламенту нельзя участвовать в процессе. И в который раз пригрозили повторным референдумом о независимости. Если нам сейчас говорят, что голос Шотландии ничего не значит, что наша политическая воля ничего не значит, возникает вопрос, почему наше будущее диктует Лондон. И почему бы нам не взять все в свои руки. Даже в Лондоне ни палата общин, ни палата лордов не сможет остановить Брекзит. Саботировать голосование значит пойти против народа. Но его слуги вполне могут существенно затянуть развод с Европой. То и дело возвращает Резимей на доработку проект соглашения с ЕС. Оксана Кундеренко и Валентин Белич. Подробности. Британское бюро телеканала Интер. Следите за развитием событий на нашем сайте. Подробности.ua. А в прямом эфире увидимся уже завтра. Хорошего вам вечера и до встречи.